Привет, мои дорогие! Сегодня я хочу рассказать вам побольше о мимике. Именно то, что я не поведала вам в прошлом видео. Перед тем, как смотреть это видео, гляньте мое предыдущее, поскольку там есть предыстория мимика, которую мы сегодня не заденем. А здесь я расскажу вам о событиях, которые были во время строительства пиццаплекса. Именно то, что рассказывает о пилоге книг. А также расскажу немного фактов, которые мы узнали благодаря книгам. И несколько моих наблюдений, которые объясняются благодаря как раз мимику. Начнем с того, что я хочу рассказать вам о владельцах Фазбер Энтертеймент в игре в правильной последовательности. Поскольку мне очень интересно, поддержатся ли это в фильме или нет. Основатель Генри Эмили с 1973 года. С 1985, примерно после убийств, стал Гранд Старлинг. Где-то между 2010 и 2020 мистер Берроуз. Он умер в первый год открытия пиццаплекса. На момент ФНАФ 9, к сожалению, пока неизвестен новый владелец. Теперь же перейдем к истории Мимика. И между прочим, это очень интересно с точки зрения раскрытия сюжета игры. Поскольку события, происходящие в эпилоге, именно после пожара в пиццерии симулятора, когда пиццаплекс еще только начали строить. И события эти после того, как Мимик стал Гличтрапом, но не стал Берртрапом. И хочу предупредить сразу, книги еще не закончены и эпилоги будут продолжаться. Поэтому я расскажу только ту часть истории, которая уже вышла. А дальше буду заниматься предполагаемыми исходами событий. Так вот, с чего все начинается? С рабочих, которые разбирали пиццерию симулятор. Им на грузовике привозят Мимика. Откуда? Скорее всего, с какого-то склада, куда его поместили после того, как использовали его плату для создания игры. Персонаж по имени Джилл решает использовать старого аниматроника для расчистки заброшенной пиццерии. И добавляет ему программу расчленения, чтобы Мимик отрывал конечности аниматроникам и сваливал их в кучу. Конечно, сначала он работает как надо, но потом решает, что за работу ему платить надо. Он очень доходчиво объясняет Джиллу свою позицию, отрывая ему руки и ноги. Надеюсь, все вы поняли, что это была шутка про плату. Ну да, Мимик таким образом убивает Джилла и остальных рабочих. Просто берет и убивает, без какой-либо причины. Потом, убив всех рабочих, он складывает их в одну кучу. Пиццерии закапывают мусором и над ней строят пиццаплекс. Вряд ли пиццерии каким-то образом отпустили дальше под землю. Скорее всего, просто фундамент пиццаплекса подняли над пиццерией. Вот и все. Мимик в итоге остался там. Его там заперли, закопали, похоронили заживо. Это мысль, которая, скорее всего, правильная. Кстати, очень похожа с тем, как заперли спинтрапа. Через какое-то время в пиццерии оказываются подростки. И я поискала, похоже, они вошли вот здесь. Там было сказано о люке, но, возможно, это он есть. По крайней мере, он здесь был. Мимик начинает их пугать громкими звуками своей ходьбы. И очень интересный факт. Там, где он ходит, мерцает свет. А вам стоит это учесть и понаблюдать за происходящим во ФНАФ 9 и будущих играх. Но такой мы уже видели в трейлере, но при передвижении Ванессы, кстати. При этом в игре я такого не замечала. Так вот, Мимик сначала расчленяет Ника. Немного изучает девушку Холп, позволяя ей убежать. Видимо, у него был какой-то бзик в нее. Может, даже подумал, что она Ванесса. Ведь Холп была блондинкой. Но в любом случае, он вскоре убивает ее, притворившись аниматурником-собакой. Пока идет охота, Люсия находит старое руководство, откуда подростки узнают, что эндоскелет является аниматурником, который имитирует поведение. То, что он может спокойно помещаться в любой пушевый костюм, так как его конечности и корпус могут раздвигаться и сужаться. Да, информация, которую мы уже с вами знаем. Уэйд отправляется на поиски мимика, чтобы Джоэль отключил вентилятор и сбежал вместе с остальными через него. Когда парень оказывается в голодном зале, присутствие мимика выдает мигающий свет. Потом он гаснет, парень убегает на кухню, начинается небольшая заварушка и так они попадают в зал игровых автоматов. Уэйд прячется в кучу тел из рабочих, но и там его находит мимик. Поэтому он бегает в стемную комнату. Кстати, похоже, именно поэтому от Навдейд все двери пиццерии симулятора закрыты. Надеюсь, в обновлении их откроют и мы сможем посмотреть на кучу трупов, что там спрятаны. Так вот, Уэйд добегает до Джоэла, мимик отключает с собой электричество, Джоэль лезет в вентилятор, мимик в итоге все-таки разрывает на части Уэйда и забирает его конечности с собой. Уходит он и включается электричество, что приводит к смерти Джоэла. Мимик прячется за сценой в потайной комнате в костюме и дожидается, пока Люсей и Кэлли включат радио. Он искаженным голосом говорит о своем местонахождении за сценой, но как человек, которого там заперли. Поэтому группа отправляется туда, чтобы его спасти, из-за чего получает от мимика небольшую стряску, но вроде никто не умирает. Батроски возвращается назад. Знаете, что мне напомнило конкретно эта ситуация? Событие ФНАФ 6. Кладание матроников таким же образом заманивали в ловушку. Даже если вспомнить слова Генри о том, что они используют звуки и голоса для привлечения аниматроников, и учитывая, что это была именно запись, мини-кво не мог воспользоваться идеей Генри. Кстати, также и Спрингтрапа отвлекали, если помните, и Фонтайм Фрейдли, но с использованием голоса Булбона. Продолжаем. Группа возвращается в офис для безопасности, но Адриан и Джейс решают найти своих, пробираясь через вентиляцию. Через трещину мимик пересекается с ними взглядом и ничего не делает, мимик уходит. Они же находят трупы своих приятелей. Откручив много систем, вентилятор продолжает работать. Они даже пытаются туда ногу аниматроника засунуть, но, испугавшись, мимик убегает оттуда. Мимик уже в костюме с светлой собакой продолжает шагулять по пиццерии. Джейс прячется, а Адриан убегает в системную комнату. Мимик преследует Адриана и в итоге убивает его. Мимик опять пытается связаться с Лисией и Келли по радио, но наученные горьким опытом девушки игнорируют спам-звонок. Но в итоге решают использовать эту схему против мимика и сами связываются с ним, чтобы узнать о его местоположении. Мимик говорит, что он в кладовке. Джейс возвращается к девушкам. Там они придумают план, в котором парень должен залезть в воздухопровод и сбежать от мимика, пока девушки будут блокировать дверь кладовки. Так, в комнате отдыха они берут столы, чтобы эти самые двери заблокировать. Мимик продолжает прятаться в кладовке и там на них нападает. Но они успевают убежать в офис, когда гаснет свет. Ну, Лисия, к сожалению, не успевает за ними, из-за чего повреждает голову. Джейс начинает кричать, стараясь привлечь к себе мимика. Робот, в свою очередь, в костюме кота прибегает на зов. Девочки сбирают дверь столом. Кстати, я нашла это место в игре. Парень лезет в вентиляцию. Но он падает обратно в запертую кладовку, прямо к мимику. Так его и убивают. Вот на этом и закончились пока что эпилоги. Что будет дальше, пока не ясно. Мы можем только ждать и гадать. Но у меня уже есть парочку предположений, касательно того, что будет после эпилогов. Вернувшиеся рабочие, скорее всего, еще и вниз спалятся. Учитывая, что посреди главного зала огромная дырень, которой в эпилогах еще нет. Либо же во время эпилогов девочки каким-то образом проделывают эту самую дыру, бросив туда мимика. Вернувшиеся рабочие ее оградят. Но они спустятся вниз, учитывая, что мы видели окна в девять. И, может, посмотрят что-то. Найдут пару трупов и вернутся наверх. А может их там и убьют. Мимик либо спустится вниз, либо, как я уже предположила, попадет туда с помощью посторонней силы. Где найдет в итоге останки Майко и может даже Генри. Но тогда он точно найдет труп Афтона. Или скорее его останки в виде костюма. А у этого робота просто страсть надевать костюмы. Так он и закрепит на себе останки Спрингтрапа. Кстати, возможно, голова и плоть принадлежат другому человеку, не обязательно Афтону. Например, тому, от кого плоти осталось побольше. От рабочих или того же Майкла или Генри. Так вот, благодаря Ванессе и Фредди его откопали. Как мы помним по ФНАФ 9. К нему провели электричество, чтобы мимик заряжался. И, скорее всего, его аккумулятор уже скоро сдохнет. Из-за чего ему нужно практически всегда заряжаться. И, учитывая очень старый зарядник под землей, он проведет не один год. Очень хорошее наблюдение, кстати. Для одержимых анематроников электричество использовали как пытку и усмирение. Даже Спрингтрап с электричеством не дружил и зарядку ему не требовалось от слова совсем. Так вот, рабочие делают лифт вниз. И непонятно, почему мимик решает остаться там и не вылезти наверх. Возможно, он так прячется. Мне кажется, ответ нам на это дадут. Но, скорее всего. И под конец, что такое Блоб? Ну, очевидно, что в нем есть все аниматроники. И, скорее всего, он смешение не только душ детей, но и убитых мимиком рабочих и подростков. Я совсем этого не удивлюсь. На этом все. Огромная благодарность Матвею, который помогает мне с видео. А от вас попрошу комментарии, репосты и просто распространение этих видео. Пока-пока.